Всем привет! Это медиастудия Хаббер с конференцией Сбер Смарт Дев. В современной разработке безопасность один из главных факторов, который влияет на все процессы. О том, как этот фактор влияет на жизнь разработчиков, нам расскажет Светлана Газизова. Да, всем привет, ребят! Это мое первое интервью, кстати. В общем, я работаю в Swart Security, руководителем направления аудита и консалтинга в области безопасной разработки и занимаюсь построением стратегии для наших компаний-клиентов, то есть как им развиваться, что им делать на прям очень-очень долгой такой дистанции, то есть 3-5 лет. Ну и первый вопрос про будущее. А наступит ли когда-нибудь светлое будущее, что приложения будут выходить сразу максимально и полностью безопасными? Ну, мне хочется сказать, что оно, конечно, когда-то наступит, да, иначе для чего мы все это делаем? Я уже сейчас вижу классный тренд в то, что безопасность становится интересной и вовлекает в себя действительно и бизнес, и разработку, и девопс, и ребят, которые занимаются мониторингом и сопровождением. Поэтому я могу сказать, что, скорее всего, как только практика дефсикопса и безопасной разработки, она будет прям, ну, грубо говоря, по умолчанию критерием качества, то тогда мы перейдем к тому, что наши приложения, они будут действительно сразу защищенные, вот, но мы можем гарантировать, да, что вот выпустили мы их защищенными. Естественно, потом их, наверное, будут появляться новые уязвимости, но тем не менее у нас будут налаженные процессы, как с этим работать. То есть получается, что безопасность из отдельного направления, она становится частью всех направлений, да, то есть она проникает во все направления. Ну, в некотором роде, да, особенно если мы говорим про направление непосредственно, там, допустим, разработки и какие-то IT-процессы, потому что я всегда говорю о том, что Application Security — это направление хоть и внутри безопасности, но оно очень специфическое, оно требует сильно больших знаний и, там, как бы, глубокой погруженности именно в процессы разработки, то есть как у вас пишутся приложения, какие у вас есть языки, какие есть, грубо говоря, какие-то особенности ваших специалистов, нет ли у них, там, не знаю, штучек, типа я принесу библиотеку на флешке, ну, значит, если такие есть, надо их контролировать чуть больше. И прямо в практике встречаются, да? Слушай, наверное, мне достаточно интересно будет сказать, что в практике что только не встречается, то есть я всегда думаю о том, что, ну, наверное, когда-нибудь мы перейдем к типовым проектам, но у меня пока каждый раз, как первый раз. А вот если посмотреть, то вообще в безопасности можно выделить три основных направления — это люди, процессы, инструменты. А как сейчас распределяется этот баланс? Наверное, один из идеальных вариантов — это когда компания достаточно сознательная, и она работает в равной степени по всем трем направлениям. Естественно, мы не можем там выделять что-то вот прям главенствующим и другим не заниматься, да, потому что если мы просто закупим инструментов и поставим их, ну, скорее всего, поплывут процессы. То есть мы получим ситуацию, когда у нас есть сканер, он отрабатывает, но мы получаем просто каждый релиз, еще плюс 100 критических уязвимостей, и никто их не разбирает, значит, нет процесса. Они ложатся техдолгом. Да, они ложатся техдолгом, люди не знают, что с ними делать. То есть вот пример, когда выпали процессы. Мы можем попасть в ситуацию, когда мы, например, наша компания, как консультанты, пришли, все настроили, у вас есть и инструменты, и процессы, но только никто не разбирает, потому что не набрали людей. Это тоже не желательный как бы вариант. Поэтому я всегда ратую за вовлечение компании во все эти три направления. И, грубо говоря, наверное, начиная мы всегда с людей, потому что есть эксперт, скорее всего, он справится с процессами и справится с инструментами. Но забивать как бы на другие направления ни в коем случае нельзя. А вот этот вот эксперт, он должен быть вне, ну, это какой-то привлеченный эксперт по ИБ вне компании, или его можно воспитать внутри себя, либо даже это может быть не отдельный эксперт, это просто должны все, вся команда как бы иметь квалификацию в ИБ. Ну, наверное, последний вариант про то, что вся команда имеет квалификацию, это прямо мечта-мечта. Более-менее классический подход, который сейчас там на рынке, наверное, превалирует, это когда у нас есть некоторые отделы при кеш-секьюрити, состоящие условно из леда, который отвечает за стратегию и методологию, аналитика, который помогает строить процессы и разбирать дефекты, и инженеров, которые занимаются сопровождением и некоторым, да, обслуживанием инструментов безопасности. Наличие вот такой вот команды, ну, с достаточно разными компетенциями, это уже позволяет компании говорить о том, что у них есть некий уровень зрелости, и они могут, ну, в принципе, заявлять о том, что DFC-Cops у них, ну, быть может, потому что есть команда, есть инструменты, и есть, соответственно, некоторые налаженные процессы, которые появились вместе с этой командой. А вот с чего должна начинать старт вот эта вот команда работы? На самом деле, вчера только дискутировали с коллегами, с друзьями на эту тему. Есть разные подходы, то есть могу поработать, да, рекламщиком, рассказать о том, что у нас есть консалтники, вот это вот все, но, как бы, если компания стартует самостоятельно, естественно, нужен некоторый лид, который понимает, как это делать, который понимает, ну, то есть, может быть, и с технической, и с процессной точки зрения, может донести ценность application security бизнесу, и набрать команды. То есть, если у нас появляется такой лид, скорее всего, там, месяц через 3-6, мы получим уже некоторые там конвеи с какими-нибудь заведенными инструментами, ну, хотя бы какие-то базовые, да, сканирования уже будут происходить, и будут некоторые там базовые процессы дефсикопса, которые будут все больше автоматизировать эти проверки. Соответственно, мы начинаем с высоко квалифицированного классного льда. И, ну, и это долгий процесс, который потихоньку, потихоньку идет к совершенству, то есть это не по щелчку пальцев все хорошо? По щелчку вообще это не работает. Даже вот, ну, я вначале, да, сказала, что я делаю стратегии на длинную дистанцию такую. Я, наверное, не вспомню истории, когда у меня был клиент, которому мы сделали стратегию меньше, чем на 2,5 года. То есть даже если вы уже сейчас обладаете классным скопом, там, инструментов безопасности, хорошими выделенными бюджетами, у вас уже есть команда, скорее всего, дел предстоит еще сделать, ну, просто не один десяток. И поэтому, как бы, где бы мы, да, не начинали, ну, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но, тем не менее, дойти до прям классного состояния, которое надо только поддерживать, можно через, ну, годика три примерно. А почему вот это вот тайм-аут образуется? Что мешает это сделать быстро? Ну, во-первых, есть некоторые как раз-таки процессные истории, да, и, допустим, те же самые методологические, что когда ты начинаешь внедрять какую-то практику, ты не можешь просто купить инструмент за один день, принести его в команду и сказать, а вот теперь, ребята, у вас все секьюрно. Нет, потому что он просто нагенерит кучу тех долг, он заблокирует пайплайн, и работать это все не будет. Это в целом такой достаточно постепенный процесс, то есть мы выбираем оптимальный инструмент, это уходит на это, ну, месяца два. Далее организуется там некоторая либо закупка, либо если это open source, то уже начинается какое-то внедрение, обкатка в некоторой MVP-зоне, ну, то есть такие а-ля пилотные проекты. И все это работает не в блокирующем режиме, то есть вы просто знаете, что у вас приложение косячное. И только месяцев через шесть, когда команда уже привыкла к тому, что вы приходите и говорите, у меня тут, смотри, очень плохо, давай исправим, вот только потом можно переходить к тому, что мы блокируем пайплайн и не пропускаем уязвимости дальше, то есть когда мы уже становимся таким некоторым блокером для разработки. Как минимум это вот, ну, пример, да, одного внедрения, одного инструмента. А инструментов, ну, классов, ну, 6-7 точно можно сходу назвать, которые прям капец необходимы. Здесь получается, что вот этот вот лид по безопасности, он как втирается в доверие к разработчикам, да, как вот этот вот, как фильм про зло такое, эталонное. Все втирается в доверие, да, и постепенно просто без него уже становится нельзя. А я на самом деле ждала более какого-то красивого сравнения, например, с агентом 007 или что-то подобное. Нет, вот, кстати, да, тоже, наверное, ключевой момент. Application Security — это никогда не зло. Наши интересы абсолютно такие же, как и интересы команд. Мы тоже хотим выпустить приложение быстро, но мы еще хотим, чтобы оно было безопасным. И на самом деле экстремуме наш идеальный вариант — это когда мы поработали, да, вот я, конечно, Security Lead, да, поработал, собрался команду таких же классных ребят, мы все внедрили, и команды уже сами научились с этим работать. То есть они видят, что у них pipeline заблокировался, значит, есть уязвимость, они ее пошли исправили, запустили повторный рискан, а нам просто написали, ребят, мы чуть-чуть там задержались на два денечка, потому что, ну, 3-5 десятая, да, выберите нужное. Это идеальный вариант, когда как бы разработка начинает быть еще больше, чем application security, вовлеченная в эти процессы. Я как раз на докладе об этом упоминала, что по сути-то вот этого shift-left, да, что вот мы все нашли сразу в начале, его практически не будет существовать, если разработчик не будет сам лично с некоторой сознательностью относиться к внедрению каких-то, например, библиотечек в свой проект, да, к тому, что он и как делает, не допускает ли он уязвимости. То есть, по сути, это невероятно важный кирпичик, без которого у нас просто все сломается, каким бы классным ни был application security lead. То есть, по идее, разработчик сам, он должен потратить там полдня, ну, какое-то свое время, чуть-чуть сдвинуть свой выпуск, но уже на стадии вот этого вот принятия решения, идея сам отследить вот этот вот момент. Многие методологии внедряют нам, ну, наверное, в голову примерно такие мысли, да, о том, что, конечно, в идеале при кейш-секьюрити уже становится таким некоторым надзорным внутри компании просто органом, который может помочь суперсложными историями, а разработка сама учится жить в этих дефсекопс-процессах. Пример, на самом деле, с полдня там потратить, это не всегда, да, релевантно, потому что даже вот самый простой пример. Команда начинает допиливать какую-нибудь функцию, тащит в новую библиотеку. Сразу же они получают алерт о том, что, слушай, тут уязвимости, надо поменять библиотеку. Они просто ее либо апгрейдят там на более секьюрную версию, либо как бы решают, как они это будут прикрывать. Это даже не полдня занимает, это занимает. Ну, иногда несколько, там, не знаю, десятков минут. При этом это экономит время уже на самом выпуске, когда на условном пентесте вы не найдете проблем. Сейчас вот этот вот лид безопасности, у него один из его пластов работы – это работа с людьми. А в будущем есть возможность появления инструментов, которые вот эту вот работу с людьми там заменят, еще что-то снизят? Ну, на самом деле, я, наверное, здесь побуду чуть-чуть философом. Изначально DevOps как методология, да, вот даже не DevSecOps, а DevOps, он появлялся как методология, предназначенная для того, чтобы поменьше бы нам людей в пайплайне разработки. И это как бы привело к тому, что огромное количество автоматизации нагенерило нам такой ворох проблем с безопасностью, что потом резко появился DevSecOps, когда нам стало нужно внедрять какие-то инструменты контроля. Поэтому я бы сказала так, что полностью убрать взаимодействие с людьми, да, например, application security или do, или прям сделать его классным роботом, нет, не получится. Но уже сейчас есть большое количество, наверное, каких-то прям специфических классов, инструментов, которые бы могли помогать. То есть, например, басты, да, это, допустим, бизнес-акцептанс, или там поведенческие какие-то тесты, когда они пишутся, и ты не идешь там, узнаешь в команде, там, так, расскажи, а давай еще посмотрим, как с точки зрения бизнес-логики работает. Если у вас есть какие-то дополнительные такие, там, подобные тесты, то вы, скорее всего, сможете проблему бизнес-логики тоже отловить. Вот, да и плюс в целом, например, условные, там, статические анализаторы, динамические анализаторы, они уже позволяют просто проводить сканирование и получать результаты, не используя человека, который будет физически имитировать хакера и пытаться взломать ваш код. То есть, чем это не, как бы, автоматизация, по-моему, вполне себе подходит. Вот, но, конечно, выкидывать полностью людей из этого, из этой прекрасной, наверное, такой кооперации я бы никогда не стала, по той простой причине, что, да, любая автоматизация, ее кто-то должен обслуживать. Вот, единственное, что мы можем сделать, это, когда процессы у нас хорошо поставлены, нам не нужно будет разращивать аппликейш-секьюрити направление, потому что у нас будут свои адепты внутри разработки, условные, там, секьюрити-чемпионы, да, условные какие-нибудь темледы в разработке, которые уже знают, как надо и как правильно, и у нас, то есть, будут такие свои друзья, которые помогают нам поддерживать секьюрность именно в своих командах. А здесь, если посмотреть, вот, с точки зрения инструментов, что будут происходить? Инструменты будут укрупняться или под каждую задачу будет появляться свой какой-то инструмент, из которых потом будут, как пазлы, складывать вот эту вот систему безопасности? О, такой вопрос, на самом деле, интересный. Позволю себе, да, поиграть в человека, которым я вообще не люблю быть, это вот эти, которые мои прогнозы на 2024 год, но придется. На самом деле, я все больше вижу тренд от того, что мы от любых точечных проверок и от любой вот такой вот какой-то разрозненности уходим в некоторую платформу. Неважно, на чем она собрана, на вендорском решении, на каком-то опенсорсе, но когда у нас есть некоторая а-ля платформа безопасной разработки, внутри вот нашпигованная просто инструментами статического анализа, динамического контроля компонента, там, не знаю, защитой API, подключен туда какой-нибудь веб-фейр-волюм, подходящий, ну, то есть, словно у нас там, допустим, пять инструментов класса SAS, и значит, мы прям почти все там наши приложения можем, затащив на эту платформу, покрыть какой-то из инструментов, точно подходит под стэк. Ну, я сейчас, наверное, очень утрирую, но тем не менее, на мой взгляд, это как раз-таки будет более такой платформенный подход, который в себе агрегирует уже много точечных проверок, которые необходимы приложениям, и именно находясь внутри платформы, условная команда получает именно то количество проверок и в том объеме, в том качестве, которое им требуется для того, чтобы на выходе, да, вот, докатились до проды, чтобы они сказали, у нас безопасно, на этом все. А сейчас рынок только идет к появлению таких платформ, да? На самом деле такие платформы уже есть, то есть, условно, в моей компании есть оркестратор, Opsych Hub, о нем, мне кажется, многие слышали, достаточно популярное решение. Есть open-source оркестраторы, есть просто истории, когда люди там на условном GitLab пытаются собрать эту платформу, у меня вот в докладе был пример как раз-таки про GitLab-овскую платформу, когда они просто стали такой полноценной DFC Coops, да, платформой, но это все-таки еще не повсеместно, и как только мы сможем вот это вот прям классно тиражировать на весь рынок, да, и весь рынок будет понимать, что на самом деле есть свои плюсы в таком, то, скорее всего, да, мы прям скоро к этому придем. Сейчас это больше у компаний, у которых уровень зрелости повыше, сотрудников там побольше, ресурсов побольше, ну, и есть возможность все это как-то сопровождать. И это внутренний продукт для внутреннего пользования и только под себя, под свои задачи. Ну, по сути, да, такие платформы, когда внедряются, единственное, наверное, что вы можете делать, это если у вас есть какие-то дочерние организации, вы, возможно, можете их к себе на платформу пускать или еще что-то, или у вас там, не знаю, команда, там какая-нибудь суперскилловая собрала подобную платформу, а потом они, не знаю, рассказали об этом другой команде, команда тоже захотела. Тогда, конечно, вы можете, но тиражировать это в рынок, нет, это достаточно такая закрытая и очень специфическая зона, которая, ну, грубо говоря, там ваша интеллектуальная собственность, ваше приложение там крутится, поэтому пускать туда других людей прям не рекомендую, конечно. На этом все. Всем спасибо за внимание, было очень интересно. Надеюсь, придем к светлому и безопасному будущему. Да, спасибо всем. Субтитры подогнали Симон.